Splinter Cell Conviction, Battlefield Bad Company 2, Diablo 3, Command & Conca 4 А также, неужели видеоигры предсказывают будущее? И почему чужие напали на хищника? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11-летняя фанатка видеоигр с костылем набросилась на грабителя, который собирался вытащить из ее дома самая драгоценная приставку Xbox 360. Ошалевший от вида грозный геймерш и злоумышленник даже припустил от неожиданности и совсем позабыл о краже. Я не знаю, какие видеоигры воспитали в маленькой девочке столько отваги, но зато я уверен, что зовут меня Макс Васильев, это Виртуалити, и мы начинаем. Вы боитесь маленьких мертвых девочек и страшных монстров, внезапно выскакивающих на вас из темноты? Вот так вот! Не спешите отвечать на этот вопрос, пока не попробуйте дополнение издания шутера-ужастика Fear 2. Эта игра изменит ваше отношение к длинноволосым девочкам, злобным людоедам и всяким мистическим штукам. Новая глава в событиях Fear 2 расскажет про Пакстона Феттера, того самого плохого дядьку из первой части, который с ума сошел и жрал своих боевых товарищей. А если вы не в курсе, из-за чего вся заворудка, то на том же диске имеется и оригинальная игра со всеми патчами и дополнениями. Когда польская студия City Interactive купила движок ужастика Fear, ничто не предвещало беды. А потом повалили в такие игры, что даже мертвая девочка Alma удивленно захлопала бы своими большими глазенками. Шутер Wolfgang's 2 «Падение Третьего Рейха» как раз одна из поделок поляков. Выполнено все это безобразие в виде коридорного шутера, которые были очень популярны в 90-х годах прошлого века. Ну а сейчас все это мутное однообразие выглядит шнапсовой отрыжкой из прошлого. Говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. От War Guns 2 плохо всем и русским, и немцам, и геймерам, и даже полякам, которые эту игру и сделали. Это что за ой-ой-ой? Это дети злой-чужой. Лезет прямо из груди, ты к нему не подходи. А вот этот страшный тип называется Хищник. Он насквозь всех видит вас и ножом бьет прямо во глаз. Эх, зря полез в этот зверинец, глупый дядя Пикотинец. Он к тому же ранен в ногу, значит жить ему немного. Короче, долгожданный экшен «Чужой против Хищника» вышел, чем вас всех и поздравляют. Кто, как это, кто кого? Ну, конечно, вас и чужих хитичников и поздравляю. А что, кто-то играет за морпехов? Вы? А завещание уже написали? Ну, в добрый путь, мясо. Интеллект? А ты знаешь, какой сегодня день? Холодный и снежный? Это да, но на самом деле сегодня день рождения одного известного шпиона. А, Штирлица из игры «Штырлиц. Операция бюст». Какой еще бюст? Что ты несешь? В этот день, 7 лет назад, вышла игра какая? Петька 007 «Золото партии». Ты что, никогда не слышал про Сэма Фишера и игру «Сплинтерсел»? Нет. Окей, тогда смотри. Между прочим, у него сегодня день рождения, поэтому хэппи бюсты, Сэм! Родился Сэм, ну или Сэмэль, Лео Фишер в семье мамы-француженки, в компании «Юбисофт» и сразу двух отцов. Один знаменитейший на весь мир русофоб Тома Фэнси, придумавший образ маленького Сэма, а второй попавший — это актер Майкл Айронсей. Тот самый, которому губернатор Калифорнии оторвал обе руки в фильме «Вспомнить все». Он подарил юному Сэму голос. Правда, самого новорождённого малышом ну никак не назвать. Сэм появился на свет сразу в возрасте 45 лет в игре Тома Клэнси «Сплинтерсел». В этой игре впервые появился символ серии — знаменитые зеленоглазые трифокальные очки. Эту игру купило более 6 миллионов геймеров, а в сюжете был намёк предсказания на недавний вооружённый конфликт с груди. С выходом продолжения «Пандора Томоро» про плохого индонезийского террориста Сэм возмужал и научился работать в команде. В игре появился мультиплеер. Правда, игра продалась всего трёхмиллионным тиражом, но это не повлияло на выход третьей части. В Кео Сеоре Фишер навёл порядок в Северной и Южной Корее. Несмотря на то, что Сэм отлично справился с заданием, дела его пошли наперекосяк. Игру купило менее трёх миллионов геймеров, а в следующем проекте под названием «Дабл Эдинг» беда настигла самого Сэма. Какой-то пьяный негодяй-автомобилист насмерть сбивает его любимую дочку Сару. Это сильно подкашивает психическое здоровье Сэма, из-за этого он поздоровил с руководством и оказался за решёткой. Именно в этой игре у него появляется выбор — убить или сохранить жизнь персонажа, предотвратить катастрофу малыми жертвами или понадеяться на свои силы и попытаться спасти всех. Но когда выяснилось, что гибель Сары подстроил торговец оружием Андрей Кобин, Фишеру сорвало башню. Сэм стал брутальным и беспощадным мстителем, наплевавшим на бывшее начальство. Меня зовут Сэм Фишер. В грядущем экшене «Конвикшн» он безжалостно расправляется с врагами, пытает их, играя на пианино, не стесняется использовать нож и ломает об их голову сантехнику. Правда, 53-летний агент начал потихоньку сдавать. Обещал появиться аккурат 23 февраля, а потом отложил свой выход на пару месяцев. Но мы все равно любим тебя, Сэм, и надеемся, что у тебя все будет хорошо. Покажи этим гадам, на что ты способен, дружище. Ну, интеллект, понял, какого сегодня человека поздравляем? Настоящего мужика! Подумаешь, да я таких агентов знаю, что этот Сэм Фишер им даже в ученики не годится. Докажи! Да, пожалуйста, смотри великолепную пятерку игр как раз про таких секретных агентов. Открывает великолепную пятерку игр про секретных агентов шутер Quantum of Souls. Он не то чтобы сильно хорош, но это единственная за последнее время вменяемая игра про человека, который обычно представляется как Бонд. Джеймс Бонд. А мы его обойти, ну, никак не могли. Сексапильные красотки, крутые тачки, мартини в высоком бокале, все присутствует. Джеймс, как и в кино, метко стреляет, соблазняет красоток и разносит в пух и прах кучу всего того, что можно разнести. Пятая миссия. На четвертом месте ролевой экшен про узлоключение Майкла Тортона. Альфа-протокол. Беднягу подставили все, кто только мог, но он не сдался и все равно попытался раскрыть, какой-то там правительственный заговор. Даже к нам в Россию заезжает, чтобы замочить одного негодяя. Ну а мы что? Мы рады Майклу. У нас негодяев на всех секретных агентов хватит, и еще и самим останется. Вот такая вот игра про такого вот агента на четвертом месте. Третьим в пятерке игр про секретных агентов стал The Born Conspiracy, во главе с самым брутальным спецагентом Джейсоном Борном. Сломать ногу врагу, проткнуть неприятеля обыкновенной ручкой, расквасить рожу злоумышленнику от цветочный горшок — это пожалуйста. А уж с оружием он вытворяет такие вещи, что даже как-то и жалко безумцев, неумело строящих ему в пользе. Третье место — наши пятерки. На второе место взобрался экшен Assassin's Creed 2, его главный герой — итальянский юноша Эдсо. Этот парень не только бабник и любитель помахать кулаками. Также он состоит на службе в Ордене Ассасинов и выполняет для него опасные поручения. Попутно парень вводит дружбу с самим Леонардо да Винчи и спасает семейную честь. В общем, если вы встали у него на пути, лучше подвиньтесь. Или... Сами виноваты. Второе место. Ну и возглавляет великолепную пятерку игр про секретных агентов удивительный экшен Metal Gear Solid 4. Это история стареющего, но все еще бодрого Солида Снейка, правительственного спецагента, спасающего мир от своего же безумного брата. В игре есть битвы гигантских роботов, сражения с вампирами, летающими и ползающими киборгами, шпионские миссии, погони, перестрелки и, конечно, романтические сопли и хэппиэнс. А ведь именно этого и ждут от игр про секретных агентов. Первое место. Далее в виртуалити. Battlefield Bad Company 2, Diablo 3, Command & Conker 4. А также, почему вампиры не любят оборотней? И в каком фильме разрушат все? Это виртуалити, мы снова с вами. Дотошные журналисты пронюхали, что режиссер ужастика в пятницу 13-е и техасская резня Бен за пилой будет снимать ролик для игры Fear 3. Видео будет та самая Альма, маленькая мертвая девочка, которая уже совсем не маленькая, а готовится явить на свет потомство. Так что ролик будет, как минимум, жутковатый. Это совершенно точно. А вот когда появится сама игра Fear 3, пока не ясно. Но зато в наших новостях только те игры, которые выйдут в самое ближайшее время. Нет ни девушек, ни водки. На борту подводной лодки. Особенно, если это немецкая субмарина времен Второй мировой. Вместо этого на борту команда угрюмых моряков, торпеды и приказ командования навести шороху в Атлантике и Средиземном море. Вот что ждет вас в симуляторе подводной лодки Silent Hunter 5. Ну, если вы, конечно, не побоитесь взять командование в свои руки. Кстати, теперь лично реально навалять люлей нерасторопному механику, глухому радисту или наглому повару, который опять приготовил какие-то помои. В игре можно свободно перемещаться по своей субмарине и даже беседовать с подчиненными. Но главная цель это, конечно, топить корабли. И пусть надо на него не ложаться с якорями, парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Извините, игру ждем весной. Космодесантники, слушай мою команду. За Императора, за Родину, в атаку, ура! С такими напутанными речами будут бросаться в бой ваши войска в стратегии Warhammer 40 000, Dawn of War 2, Chaos Rising. Но, правда, это не совсем стратегия. Ну, точнее, это совсем не стратегия. В вашем распоряжении будет отряд пехоты, который вы нежно проведете через все сюжетные перипетии, прокачаете его бойцов, проапгрейдите их стволы и даже сможете выбрать, как им поступить дальше. Именно так разработчики добавляют в игру все больше ролевых элементов. Там даже предусмотрено несколько вариантов окончания кампании. Какой удар по самолюбимым стратегам? А, кстати, в проекте замечены техноколдун, лазерный танк и какой-то зубастый чертило. Выйдет все это безобразие в марте. Вы думаете, что прошли Dragon Age Origins за всех персонажей и навсегда покончили с древним злом? Нет. 16 марта выходит дополнение Awakening, где Сила Тьмы живее всех живых, а Коварная Нежик мертвее всех мертвых. Это продолжение событий оригинальной игры, поэтому вы сможете использовать своих ранее прокачанных бойцов и в первой части. Ну, либо набрать молодых даранных героев из пяти новых попутчиков и отправить их на бой с остатками зла. В коих на все дополнение числится огромный дракон, здоровенный рогатый демон, злобный ходячий некромаг и в довесок сотни мелких чертенят, скерейсков и прочих ворка-гоблинов. Для борьбы с ними вы получите и новые заклинания. Американские военные выяснили, что с боевыми задачами лучше всех справляются те солдаты, которые до службы рубились в компьютерные игрушки. Они считают, что видеоигры развивают краткосрочную и долговременную память. Кроме того, геймеру проще сконцентрироваться на поставленной задаче. Они умеют удерживать внимание на одном объекте в течение длительного времени. Вот уж не знаю, что у них там геймеры в армии творят, но судя по нашему следующему сюжету, ничего хорошего. Если вы себя плохо ведете, балуетесь, ругаетесь неприличными словами, обижаете слабых, стреляете сигареты и хулиганите, то это не значит, что вы пропащий человек. Просто вы попали в плохую кампанию. Именно таким людям и посвящен шутер Battlefield Bad Company, в котором четверо отвязанных молодчиков, между прочим, американских солдат, вместо того, чтобы добросовестно выполнять приказы командиров, охотятся за ящиками с золотом. И неважно им было, что вокруг война. Начальники готовы с них содрать сто жкур за неповиновение, а враги только и ждут момента, чтобы снять с них скальп. Четверка храбро пережила все злоключения и благополучно переключевала во вторую часть игры, нехитро заглавленную Battlefield Bad Company 2. Главными героями останутся все те же четыре раздолба. На этот раз командование приказало им добыть секретные сведения у русских, но эти чуваки облажались и вместо важной информации прислали какую-то ерунду. Начальство негодует, а парни в ус не дуют. Они отправляются за новой порцией секретов. Здесь-то и начинается экшен. Беспашенный квартет колесит по сибирским просторам, арабским пустыням и даже заберется в горы. Но главными противниками в игре окажутся русские спецназовцы в краповых беретах. Надо отметить, что озвучены они весьма добросовестно, орут как резаные и разве что матом друг другу не кроют. Мы очень ответственно отнеслись и к дизайну российских солдат. Надо же, чтобы геймер сразу понял, что перед ним не какие-то арабские террористы. Русские парни метко стреляют, слаженно работают, отчаянно рвутся в бой. Нет, водку они у нас не пьют. Ну, то есть, может, и пьют, но в кадре вы этого не увидите. В кадре появятся всевозможные домики, домишки и сарайчики. Теперь все стало абсолютно разрушаемо. Представляете, можно уничтожить жилой квартал или военную базу, развалив по кирпичику все постройки. Ну или раздолбать все заборы и заломать все белые березки с песней «Лопали березка». Или там «Люля-люля». Кстати, давить и рушить тут разрешают на танки, бронетранспортере и баги. Правда, на баги много не разрушат, скорее себе лоб расшибешь. А для воздушных боев есть боевые вертолеты. Стальной стрекозой взмыть над предполагаемым противником и всадить в его базы пару ракет, ну а потом десантироваться прямо на догорающий казарменный сортир. Это уже верх военного цинизма. Хотя нет, верх цинизма — это если бы в том сортире находился ваш приятель, с которым вы играете по сети. Но ведь не секрет, что серию Battlefield любят именно засоченные многопользовательские сражения. В Bad Company 2 они снова выше всех похвал. Такого многообразия ведения боев я не видел ни в одном шутере. Между прочим, ваши русские парни выдумали новую читерскую тактику. Пробивают крышу атакуемого здания танком, а потом в эту дыру рушат вертолет со взрывчаткой. Мы были прямо в шоке от такой схемы боя. Вот так вот. Знай наше. Ещё бы. В мультиплеерной бета-версии Bad Company 2 уже сейчас кипят такие страсти, которые ты на реальном поле боя не встретил. То серваки с игрой перегружены, то народ в очереди на матч по 40 минут стоит, то появляется какая-нибудь банда и валит всех подряд. И ничего с ними не поделаешь. Приходится играть. А куда деваться? Ведь это плохая компания. Далее в Виртуалити. Как поиграть в Диабло 3 прямо сейчас? И кто против шагающих роботов? Это Виртуалити, и сейчас я расскажу вам про западных игровых журналистов. Эти парни, не сговариваясь, оценили последнюю часть Сталкера, Зов Припяти, средним баллом 80. При этом самую низкую оценку этой игре поставили, угадайте где? На российском портале Absolute Games. Ну, не любят наши журналисты славянские игры и всё тут. О том, кто ещё какие игры любит или не любит, в наших новостях. Помните, как совсем недавно из-за страшной и глупой девочки отчаянно враждовали оборотней вампиры в сопливой до мозга костей мелодраме «Сумерки новолуния»? Отставить сопли! Оборотней вампиры появились в многопользовательском шутере Battlefield Heroes. Раньше там воевали комично нарисованные немцы и союзники. Но шустрая нечисть безжалостно истребила и тех и других. Теперь клыки против когтей. Выбирайте, за кого вы будете сражаться, и вперёд на поле боя. И никакой романтики. Ну, хотя посмотрите, как они нежно смотрят друг на друга. Нет-нет-нет, воевать, воевать я сказал! Diablo 3, на которой облизываются уже миллионы фанатов, в том числе и в России, наконец приоткрыл некоторые тайны. Ну, точнее не то, чтобы приоткрыл, а просто появился русскоязычный сайт проекта, где вы можете прочитать всё то, что вы и так давно знаете о Diablo 3, а также посмотреть все те ролики об игре, что вы уже наверняка много раз видели. Кстати, на том же сайте есть раздел вакансий, так что если вы очень хотите порубиться в третью Diablo уже сейчас, попробуйте устроиться в команду разработчиков, и тогда с гордостью сможете написать в своём блоге, что уже сейчас попробовали самую ожидаемую ролевую игру этого, а может, и следующего года. Апокалипсис наших дней, слэшер Darksiders, разошёлся по всему миру тиражом более миллиона копий. Игра о приключениях войны, так зовут главного героя, оказалась неожиданно хорошей, и разработчики тоже заявили, что собираются делать продолжение. Непонятно только, что они будут разрушать в сиквеле, если в первой части разрушено всё, что только можно было разрушить, и все свидетели этого самого безжалостно были убиты. Более того, по игре планируют снять фильм, да не простой, а четырёхсерийный, по одной части на каждого всадника апокалипсиса. Войну, смерть, зло и голод. Также неясно, что авторы покажут нам в последнем фильме. Неужели толпу голодных зомби, ищущих пропитание? А хотите тоже принять участие в мировом апокалипсисе? Нет, ничего проще, нет. Взрывать атомную бомбу не нужно, и распылять вирус зомби тоже не надо. Достаточно принять участие в бета-тесте стратегии Command & Conk 4, а там уж апокалипсис идёт полным ходом. Не верите? Кейн, объясни им. Харизматичному Лысану Кейну опять удалось всех обмануть. Он объединил террористов из Братства Нот и всемирную организацию GDI против общего врага — зелёного инопланетного материала Тиберия. Этот изумрудный кристалл отравил уже почти всю планету, но Кейн нашёл силы и средства, чтобы навсегда уничтожить инопланетное зло. Такова завязка четвёртой, заключительной части стратегии Command & Conk'a — Tiberium Twilight. Правда, разработчики решили настолько изменить игровой процесс, что проекту впору давать самостоятельное название. Нет, волосы Лысану Кейну, конечно, никто приклеивать не собирается. И ещё чего, перемены будут совсем другие. Во-первых, мы решили отказаться от сбора ресурсов. Да-да, прощайте, Харвестер, хранилища, перерабатывающие заводы. Вместо денег и минералов будут командные очки. Чтобы построить новый танк, нанять взвод пехотинцев или заказать любимый танк «Мамон», надо захватывать контрольные точки на карте. Больше точек, больше очков, больше войск и победа ваша. Но это ещё не все элементы стратегии, которые попали под нож. Например, базе нашей надёжей опоре, самому главному зданию в игре, теперь предел для ноги. Причём, в прямом смысле, завод перемещается по карте со скоростью механической черепахи. И это не единственный ходячий юнит в игре. От всевозможных человекоподобных роботов и прочих технических штуковин, перемещающихся по уровню, порой рябит в глаза. Просто трансформеры какие-то. Мы решили сделать сражение быстрее и красивее. Отсидеться в обороне, отстроив мощную защиту, не получится. Противник захватит все точки, и вы останетесь с минимумом войск. Чтобы победить, надо постоянно атаковать и захватывать территории. А эффективнее всего это делать в команде. Конечно, в команде. Ведь в игре теперь есть режим совместного прокождения. Причём, совершенно не обязательно начинать для этого новую кампанию. Можно присоединиться к уже начатой вашими союзниками игре. Либо попросить их присоединиться к вашей миссии. А можно сразиться с ними. Обманывать противника, блефовать и воровать. Все эти атрибуты современных игр присутствуют. По завершению миссии вы получите очки опыта. Они нужны для получения очередного уровня. А это сулить новые юниты и возможности для ведения войны. В общем, надо побеждать. А для этого нужно правильно выбирать тактику и типы юнитов. Для дистанционной войны, контратак или отчаянного нападения. Структура готова. Вот так изменилась классическая стратегия. Никаких харвестеров, резиновых рамочек, сотен юнитов и тактики молниеносной войны. Фанаты могут расстраиваться. Правда, специально для них разработчики оставили в игре любимые юниты. Всё те же мамонты, вертолёты, орки, защитные турели и забавных инженеров. Только теперь эти человечки не захватывают вражеские здания, а делают из Тиберия всякие усовершенствования для своих войск. Но больше всего фанаты должны порадоваться тому, что бессменный и бессмертный Кейн снова будет блистательно сверкать своей лысиной. Вот за это мы прощаем игре даже отсутствие инопланетян. Хотя, по слухам, они там тоже будут. Ну и напоследок, посмотрите, какой замечательный календарь выпустили разработчики ожидаемой игры «Мафия 2». Нет, я не спорю. Лучше бы они игру выпустили пораньше. Но эти расфуфыренные красотки... Что-то в них есть такое. Ну а в следующем выпуске мы более подробно расскажем про вторую «Мафию», поведаем вам свою самую последнюю фантазию и покажем пять самых быстрых игр этого года. С вами был Макс Васильев. Дэнбай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова